Этот год в королевстве назван Годом Космоса. И в подарок от российской делегации на Туманный Альбион привезена модель ракеты-носителя «Восток». Отныне «Восток» всегда будет на фармарах. Ведущие предприятия, передовые технологии разработки будущего. Поколение космоса у Британии на первом месте. Встреча, подписание соглашений о совместной работе в павильоне Роскосмоса. Вчера мы встречались с господином Поповкиным, обсуждали планы нашего сотрудничества. Проект «Экзомарс» и другие интересные проекты. Самые амбициозные планы освоения дальнего космоса у стран Европы совместно с Россией. Аппарат по изучению Красной планеты запустят в 2016 году. Россия предоставляет ракету «Протон», научная база совместная. Это изучение других планет, в первую очередь это «Экзомарс». Вы сегодня видели, как коллеги благодарили Россию за то, что мы согласились участвовать в этом проекте. И дали им как бы новое качество. А новое качество мы дали почему? Не просто потому, что мы ракету выделили. А новое качество мы дали потому, что у нас есть очень хорошая школа, у нас есть очень хорошие научные приборы. И, конечно, для них очень важно, что мы в первую очередь научный вклад свой внесем в эту программу. Главным стало обсуждение науки на МКС. Эксперименты в условиях невесомости важны для научного сообщества Европы. Интересно, что главы агентств впервые заговорили о создании заповедников на Луне и Марсе. Полноразмерный макет космического корабля «Спейсшип-2» на выставке публично за пределами Америки представлен впервые. Конечно же, этот самолет долетел до Лондона не своим ходом. Но в будущем подобные межконтинентальные перелеты будут для него делом всего лишь нескольких минут. Сейчас он вызывает неподдельный интерес. Еще бы! Именно ему предстоит стать первым регулярным коммерческим транспортным средством по доставке людей на орбиту. Вот она, мечта тех, кто сможет себе позволить полет в космос за 200 тысяч долларов. Пока это лишь разработки. Ныне же только Роскосмос может обеспечивать регулярные полеты на орбиту и поддерживать работу Международной космической станции. Астронавт Европейского космического агентства Роберто Витори знает передовые позиции у российской стороны. Он дважды летал на МКС на «Союзах». Это очень хороший корабль, «Союз». Я просто влюблен в него. Это абсолютно надежная машина. Я летал на нем, бортинженером. Летавшие знают, космос покоряется надежным и верным машинам. Сегодня более верной, чем проверенной временем русской космической техники, нет.